Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Привет, мои дорогие! Зрители любимые! Сегодня иду к врачу в надежде, что мне сделают эхоскопию желчного, проверят. И скажут о моем внутреннем состоянии. Так-то я наружно чувствую себя хорошо. Скажут, что брючки влезли, все висит, замечательно. В килограммах не так много, но в сантиметрах убавляю. В килограммах похудело 58-700 сегодня. Вначале было 64. Так что на лицо заметно похудело, многие говорят. И в таре. Килограммы это не важно. Иду в поликлинику. Уже подходы шли. Так что то связи. Так стучу каблуками сами. Хорошо, что я хотела туфли на каблуках одеть. Все-таки я бы так быстро не долетела. В Мерсине очень удобно одевать туфли на каблуке. Быстро не будешь передвигаться и ноги устанут. Поэтому перешла на такую обувь удобную. Так, друзья мои, зашли мы в шок. Картошка по 12. Ой, такой сегодня произошел с нами курьез. Я не попала к врачу. А почему? Потому что я ошиблась в числах. Говорят, сегодня у вас нет рандеву. Я говорю, как нету? 21-го. Они говорят, сегодня 20-е. Ой, мой муж так психанул. Но я так стала смеяться. Я говорю, Ашкем, не надо негативить. Надо просто смеяться. Ты же не раз обанкротился из-за меня. Ничего такого. Так что... Какие интересные вафли. Вот это бы я съела. С этим вафли, смотрите. По 40 лир из яйца. Эти конфетки такие. Ой. Хочется, конечно, хочется. Так вот, смех и грех души. Друзья мои, столько мы ржали. Столько мы ржали с мужем. В шок зашли. Смотрим, что почем. Так, нам надо... Мне можно йогурт, знаете. Скажу мужу, что йогурт нужен. Мои дорогие зрители, я дома. Только что вы зашли. Сейчас я вам наговорю. Вот так я выгляжу, мои дорогие. Брючки свободненько. Вот. Честно говорю вам кое-что. Мои дорогие зрители. Сейчас я вам хочу рассказать, как произошло это все сейчас. Ну, естественно, мы погуляли с мужем чуть-чуть. У меня такой срач, извините за мой французский, от птиц. Посмотрите. Каждый день. Каждый день эти свинюшки. И у меня проблема в том, что наш пылесос что-то испортился. Почему-то. И вчера я без пылесоса убирала. Своими какими-то подручными средствами. Кстати, я купила такие салфетки хорошие. С мужем их одноразовые. Их чистишь и выбрасываешь. Не надо. И они такие волшебные. В чем волшебство их? Потому что я попробовала помыть стекла. Зеркало. Я попробовала помыть или зеркало. И когда я пошла за салфеткой сухой, думаю, портирую, сверху вытрую. Не нужно даже было этого делать. Не было необходимости протирать салфеткой сухой. Это все так испаряется и все. Это органический. Там состав ходит. Это я вам покажу. Состав ходит. Сейчас скажу, что. Мыло. Сода. Еще что-то. Сейчас лучше покажу вам. Чтобы не гадать. Они у нас на кухне лежат. Сейчас мне много делать. Слипы фирма. Смотрите. Видите? Фирма Слип. И так они приятно пахнут. Именно белым мылом. Они для всего здесь. И для керамики, и для стекла. Для всего. И очень большие полотенца. Можно сказать. Бияз сабуну. С белым мылом. С белым мылом. И очень вкусно пахнут. Приятно в комнате. Вот. Сейчас выпью воды немножко. Ой, ну сегодняшний поход был к врачу. Это была бомба. Моя мама, вот, она родилась 18 января. Это знак такой сильный в нумерологии. Цифра сильная в нумерологии. Они, эти люди, способные, талантливые в ясновидении. Да? И моя мама, когда что-то скажет, это просто так и происходит. Она мне научила одной примете, которая заключается в следующем. Если ты выходишь из дома и видишь женщину, у тебя дела пойдут не так. А если мужчину, то всё получится на 100% задуманное. И когда мы вышли сегодня с Сашкой мамой из дома, мы встретили прямо закрытую женщину. Соседку, которая что-то со мной не так общается хорошо, даже не здоровается. Она живёт на шестом этаже подо мной. И знаете, почему она не общается? Мне муж объяснил. Потому что она подруга бывшей его жены. И хотя муж очень хорошо, в хороших отношениях с моим мужем. И даже нам посылки из батона передавал, перевозил он водителем. Работает и... Но жена как-то так вот пренебрежительно ко мне относится. Кстати, мне уже надо волосики красить. Ну вот этим я и займусь, может, сегодня. Раз не попала к врачу, значит, надо... Знаете, я из всего того, что происходит от негативного, отрицательного, я беру урок. Значит, завтра я иду более красиво к врачу, к доктору. Так вот, мы пришли к доктору, чтобы нас зарегистрировали. Я даю свой паспорт и говорю мне рандеву. Она говорит, а у вас точно рандеву? Я говорю, конечно, точно. Показала ей смс, которая пришла мне на телефон. И в этой смс 21 марта. А сегодня 20. Вот так я перепутала числа. И мой муж как психанул. Что-то, что-то там. Оставайся, говорит, завтра, говорит, здесь. Потом... И он побежал вперёд закурить. И я такая вышла и говорю, Ашка, ну почему ты так расстраиваешься? Ведь надо радоваться, ведь я тебе не... Я, например, сама так готовилась, да, макияж приготовила и оделась. И я так думаю, надо хоть в поликлинику пойти достойно. То вечно не до этого. И я говорю тебе, не дам соскучать. Вот такой вот я человек. И он успокоился, ха-ха-ха, хи-хи-хи. И вот сейчас мы походили с ним, зашли в аптеку. Он купил лекарства, я вам сказала, против курения. Выпил первую одну штуку сейчас. 1400 заплатил, по-моему. 1400 лир заплатил. И надеялся, что это и поможет ему. Он говорит, по моим подсчётам, где-то к выборам я должен бросить сигарету. Я говорю, дай бог 10 дней. Посмотрим, как и что будет. Я считаю, что действительно правильно говорят, когда ты хочешь изменить мир, начинай с себя им. И пока у меня получается. Получилось то, что муж наконец-то услышал меня. И ведь у нас такая жизнь с ним будет интересная, намечается. Я ему всегда об этом говорю. Мы должны быть здоровыми, а не ходить по врачам в такое прекрасное время, которое скоро у нас произойдёт. У нас это каждый день с ним прекрасное время. Мы хохочем, развлекаемся, смеёмся. Правда, сейчас не ходим по ресторанам, не пьём, не курим, не гуляем. Но это всё временно. У нас предстоит путешествие в Батуми. Очень много планов предстоит с ним. Конференцию поедем мы в сентябре месяце в конце. Вот. Такие вот дела, мои дорогие. Ставьте лайки, пишите в комментариях. Очень большое видео вам загрузило. Целую вас, обнимаю. С вами я, Светлана Та. После такого интересного дня мне надо подкрепиться. Я пыталась сесть на двухразовое питание, но, вы знаете, друзья мои, у меня было достаточно одного раза. Я вот вечером в 6 часов даже забыла про то, что мне нужно кушать. Поэтому я решила, раз мой организм требует один раз покушать, не то что требует, но желательно один раз покушать, то не буду я этому противиться. Что у меня сегодня на обед? Я вот пришла с поликлиники, быстренько приготовила, смотрите, капусточка здесь у меня с грибочками и с кабачком. Это так вкусно! Просто обалдеть! Я люблю капусту. Смотрите, тут я еще нашинковала себе, буду квасить. Хотя есть еще банка, но пусть будет. Так, вот такой у меня замечательный салат. Вот такой у меня квашеная капуста. Это тоже квашеная, но красная. И йогурт. Я вчера посмотрела, что можно йогурт. Также хумус. Вот у меня есть приготовленный, с морозилки достала, переложила в такую тару и буду кушать. И вот вся зеленушка. А на выпить, на выпить у меня горячая вода с уксусом яблочным. Вот и наконец-то доела свое, брокколи, суп. Турки его не любят. Они, знаете, мой муж говорит, что это суп для детей маленьких. Ну, значит, я маленькая. А мы это любим. Приятного мне аппетита, мои дорогие. Вы видите, как сколько времени лежат эти четыре апельсина, никто их не ест. Мой муж тоже похудел на 4 килограмма. Он не сидит на кете, но я ему даю каждое утро горячую воду с яблочным уксусом. И хотя он съедает иногда по буханке хлеба за ужином на 4 килограмма, с зимы он похудел. Благодаря тому, что я его то сельдереем пою, соком, чаем таким. Что я пью, то я ему даю. Он все пьет, не отказывается. Ну, а самое главное, утром натощах горячую воду с яблочным уксусом. А я давайте буду кушать, потом с вами, если что, поболтаю. А вы не забывайте подписаться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Мне будет очень приятно, если вы напишите мне добрые комментарии. А как я увидела одного блогера, блогера, знаете, писала, плохие комментарии, все в бан. Может, она и права. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.